Сегодня ровно 50 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур. Эту юбилейную дату широко отмечают во всем мире. И, конечно, особенно к празднику готовилась Москва. В российской столице собрались космонавты из разных стран, в том числе и из Казахстана. Даниэр Касымов продолжит. В Московском музее космонавтики сегодня много гостей. Космонавты из 40 стран мира сегодня собрались здесь, чтобы отметить 50-летие полета Юрия Гагарина. Ведь с его именем связано начало покорения Вселенной. Наш Казахстан может считаться первой космической страной. С нашей Земли был запущен первый спутник. Первый землянин поднялся в космос тоже именно с нашей Земли. Казахстан является полноправным членом Клуба космических держав. В республике стабильно развивается космическая отрасль. Одна из главных задач страны не отстать от других в деле освоения Вселенной. Над достижением звездных целей сейчас работают шесть специально созданных предприятий. Эти предприятия у нас развиваются каждый по своему направлению и занимаются космической деятельностью каждый по своему направлению. Есть предприятие, которое создает ракетно-космический комплекс на космодроме Байконур, Байтирек называется. В числе приоритетов не только открытие предприятий, но и подготовка кадров. Сейчас в нескольких казахстанских вузах ведется обучение по редким специальностям, необходимым для космической отрасли. В настоящее время готовится к запуску на орбиту Земли новый отечественный спутник КАСАД-2. Мы внесли, и россияне с нами согласились, внесли те поправки, которые теперь гарантируют более качественное изготовление этого спутника и более большую ответственность самой Российской Федерации и ее предприятия, которые изготавливают спутник в случае выхода его из строя, чего не было с КАСАД-1. И те, значит, плохо работавшие на КАСАД-1 российские приборы и изделия, которые выходили из строя на КАСАД-1, мы заменили уже на образцы мирового уровня европейских изготовителей. Собравшиеся в Москве космонавты отдали должное подвигу Юрия Гагарина, который полвека назад первым шагнул к звездам и навечно остался в истории человечества. Даниэль Касымов, Едуман Мухаммед Карим, Национальный телеканал Казахстан.